Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковин, и сегодня у нас 15 марта, это Радио НВ, начинаем нашу программу о самых важных и интересных событиях в Украине и за ее пределами, которые могут повлиять и на нашу с вами жизнь. Главная, судьбоносная, можно сказать, внешнеполитическая тема последних недель и месяцев, это, конечно, выделение американцами 60 миллиардов военной и финансовой помощи Украине. Вокруг этой истории уже целая эпопея развилась, целый отдельный большой сюжет, и сейчас, я так понимаю, этот сюжет идет наконец-то к финалу, и давайте вот об этом я вам расскажу. Без американских денег, без американского оружия Украина в общем обречена, ну почти обречена на тяжелые потери отступления и отступления в зоне боевых действий, об этом говорят практически все, и украинские, и иностранные военные эксперты, дипломаты, политики, разведчики и так далее. Если же помощь эта придет, то наоборот, получится не только стабилизировать линию фронта нынешнюю, но и начать перемалывать российскую армию в ускоренном темпе, то есть с увеличенным количеством боеприпасов Украина может очень эффективно отстреливаться от наседающих, наступающих российских войск. Главная проблема сейчас по сути на фронте, это нехватка боеприпасов у украинской армии. Вот с поступлением американской помощи эта проблема будет решена, и соответственно Украина сможет выпускать по врагу столько же боеприпасов, сколько и он по украинским войскам, или даже больше. Ну в общем можно сказать, что вот этот вопрос выделения денег, финансов и боеприпасов, это в общем вопрос выживания Украины как независимого государства. Я бы даже так поставил вопрос. Ну и многие в общем его так и ставят. Но к сожалению, эта тема, тема выделения Украине помощи стала в Соединенных Штатах темой предвыборной, и она стала темой столкновения интересов и желаний республиканцев и демократов. Дональд Трамп, бывший президент США, республиканец, а также его самые яростные сторонники в Конгрессе, тоже республиканцы, не дают сейчас американской помощи поступить в Украину. Они это делают для того, чтобы насолить Джозефу Байдену, нынешнему президенту, чтобы Трамп мог победить Байдена на выборах в ноябре текущего года. Собственно Байден хочет добиться победы Украины, он очень много вложил в Украину и в победу Украины. Собственно для Байдена такая победа нужна для того, чтобы записать ее себе в актив, для того, чтобы фигурально выражаясь, прибить голову Владимира Путина у себя над камином в качестве ценного трофея, и сказать, что он, Джозеф Байден, победил Гитлера современности, самого главного злодея, негодяя, и такого самого Бен Ладена. Потому что сейчас на самом деле Путин в лице, в глазах западных политиков, наблюдателей и так далее, действительно является самым главным злодеем, является таким Бен Ладеном или Саддамом Хусейном современности. Ну, это естественно не касается той части республиканской партии, которая поддерживает Дональда Трампа, потому что Трамп наоборот с Путиным в очень неплохих отношениях. Он говорит, что с Путиным там как бы нормально у него строились контакты и никогда они друг друга ни в чем не гадили друг другу. Ну и смотрите, чтобы помешать выделению помощи и таким образом помешать Джозефу Байдену переизбраться на второй срок, сторонники Трампа в Конгрессе сейчас выдвигают ультиматум фактически республиканскому, их однопартийцу, республиканцу Майклу Джонсону. Они ему говорят, что если ты поставишь на голосование законопроекта выделения помощи Украине, мы тебя отправим в отставку, и они могут это сделать. Там сложно не будут вдаваться процедуры, по которой это делается, но они в общем могут это сделать, для них это большого труда не составить, отправить Джонсона в отставку. А Джонсон молодой политик, ему еще нет даже 50, и он конечно считает, что у него впереди огромное будущее, и в отставку с поста с Питером он не хочет, наоборот он хочет какого-то повышения. Поэтому для него это вопрос его персональной жизни и смерти в политическом смысле. Он не хочет увольняться и соответственно не ставит на голосование законопроекта о выделении помощи Украине. Хотя такой законопроект готовы поддержать большинство депутатов американского конгресса, включая даже значительную часть республиканцев, то есть вроде бы союзников Трампа. Ну и в результате складывается достаточно дурацкая ситуация. Почти все в конгрессе, кроме Трампа и его людей, ну Трамп не в конгрессе, но кроме людей Трампа в конгрессе, хотят помочь Украине. Очень хотят помочь Украине, но не могут этого сделать, они хотят принять этот законопроект, но не могут этого сделать, поскольку зависимый от Трампа спикер не ставит законопроект на голосование. Вот собственно вокруг этого все и крутится. Как заставить этого Джонсона треклятого поставить законопроект на голосование. И вот сегодня из США пришли довольно интересные новости как раз на эту тему. Вроде бы там начались какие-то подвижки. Смотрите, газета Washington Post, очень авторитетное издание в Вашингтоне, так вот, он написал, что в Вашингтоне запущена процедура, которая называется Discharge Petition. Это процедура внесения закона альтернативным путем, так сказать, минуя спикера, без согласия спикера. Хотя по закону в основном, то есть почти всегда в 99,9% случаев, именно спикер американского парламента вносит тот или иной законопроект на рассмотрение Нижней Палаты Парламента. То есть Палаты представителей. В общем, вот этот Discharge Petition, это очень редко, даже не знаю, как ее перевести, на самом деле, петиция по продавливанию, что ли. Это очень редкая процедура, она очень редко еще бывает успешной. Даже из тех редких случаев, когда она запускается, буквально процентов 10 только отчасти успешными бывают. Но все равно это очень круто, потому что это такой, знаете, лом, даже не лом, это такая процедура последней надежды, я бы так сказал. Потому что вот когда уж совсем ничего не работает, то запускают это. И вот, смотрите, запустили сейчас этот Discharge Petition, как пишет Washington Post. Но в чем там смысл этой процедуры? Для того, чтобы поставить на голосование законопроект, минуя спикера, необходимо, чтобы подписались под этой петицией больше половины депутатов Конгресса. Соответственно, поскольку у республиканцев сейчас большинство, должны за это проголосовать все абсолютно демократы. То есть все демократы поставят свои подписи и значительное количество, некоторое количество республиканцев. И вот с этим всегда проблема, потому что республиканцы, которые сейчас в большинстве, чьи спикер сейчас возглавляет палату представителей, они не хотят, как правило, подписывать подобного рода петиции. Почему? Потому что подписание такой петиции республиканцам, когда спикер у него республиканец, часто рассматривается как предательство, как мятеж против руководства своей партии. И дальнейшая политическая карьера такого подписанта часто ставится под сомнение. То есть он не героем становится, а предателем, и все на него, все в нем тычут пальцем, плюют и кидают на него какашками. В общем, мало желающих подписывать эту петицию, обычно бывает, поэтому, собственно, она такая редкая. Однако сейчас ситуация немножко другая. Смотрите, чем она отличается от обычной. Обычный Джонсон, как бы, да, формально он руководитель, он спикер Нижней палаты парламента, палаты представителей. Но он, человек такой интересный, он случайно, в общем, попал на это место, потому что никто, очень долго не могли выбрать другого спикера, когда предыдущий уволился. И уже, в конце концов, махнули рукой, давайте, типа, возьмем кого-то неизвестного, никому непонятного чувака, у которого нет никаких недостижений, ни провалов, пускай он посидит и как бы место пускай посторожит. Вот его так вот и назначили на это место, так за него проголосовали. То есть он молодой, неопытный, растерянный. Плюс у республиканцев формально большинство в Конгрессе есть, но оно малюсенькое, там буквально 2 или 3 депутата, там, смотря как считать. И поэтому в любой момент это большинство может рассыпаться и превратиться в меньшинство. То есть у Джонсона нет авторитета, у него нет опыта и у него нет твердого большинства. Поэтому вот этот discharge petition, он, в общем, может сработать на самом деле. И смотрите, какая история. Трамписты сейчас, как я сказал, угрожают Джонсону, что если он поставит украинский законопроект на голосование, то они уволят его с поста спикера. Они могут это сделать. Но, учитывая вот эту вводную, для самого спикера вот этот discharge petition становится не проклятием, а спасением. Потому что он может сказать трампистам, слушайте, дорогие мои, я ничего, никакие законопроекты про Украину на обсуждение парламента не выношу. Я против, я не хочу. Но, это вот эти люди собрались, провели этот свой discharge petition, и теперь они в обход меня это выносят. Поэтому я тут умываю руки, я сделал все, что мог, я пытался до самого последнего момента не помогать Украине, но теперь уже не помогать. Теперь уже меня обошли, как на повороте, и я ничего сделать не могу. То есть, у него будет отмазка, он сможет сказать, это не я сделал, оно само. И оно, правда, будет типа само. Процедура этот discharge petition, она не быстрая, она займет как минимум несколько недель. Но лучше уж, как говорится, так, чем совсем никак, потому что 60 миллиардов долларов и оружие на эти деньги, как вы понимаете, на дороге не валяются для Украины, они очень-очень важны. Ну и еще есть один такой моментик, который я тоже хотел бы отметить, который дает еще дополнительную надежду. Если Джонсон, вот этот самый спикер, неофициально даст понять своим однопартийцам, подмигнет своим однопартийцам, что типа давайте подписывайте этот discharge petition, я-то не против. И что он не против сбора подписей под этой петицией, и что он не будет рассматривать эту петицию как бунт на корабле против своей власти, то дело, конечно, пойдет намного быстрее, потому что сейчас многие республиканские парламентарии, они хотя бы в офисе не против эту петицию подписать, но они боятся, что им там прилетит за это от того же спикера или от кого-то еще. В общем, они думают, они колеблются. Вот чтобы они не колебались, чтобы брали и подписывали, конечно, Джонсон может им подмигнуть, сказать, да давайте, подписывайте. Я просто не хочу связываться с этими дебилами из трампистского лагеря, но чтобы мне их обойти, вы должны помочь мне. И в таком смысле, я думаю, так оно и пойдет. То есть есть, не хочу загадывать, конечно, но дело сейчас идет к тому, что где-то в апреле деньги будут Украине выделены. Вот давайте я так, такое смелое предсказание сделаю, хотя мои предсказания обычно сбываются спустя несколько месяцев после того срока, на который я указываю. Но я надеюсь, что вот оно будет так, давайте так скажем. Но это еще не все, это еще не все. Потому что есть и альтернативная история, которая называется, внимание, барабанная дробь, ленд-лиз, про который многие вспоминают время от времени, не очень понимают, что это такое. На самом деле даже сами американцы не очень понимают, потому что те, кто занимались ленд-лизом тогда, в 40-е годы прошлого века, они в основном все уже умерли. И как этот ленд-лиз, с какой стороны к нему подойти и как его запустить, в общем, сейчас никто не знает и никто особо это и не умеет. У всех разное мнение, даже в Америке, насчет того, как этот ленд-лиз должен быть организован, как он должен работать. Так вот, смотрите, какая ситуация. Есть такое издание американское, называется The Hill. Оно пишет, в общем, о политике. То есть, ну вообще, в Америке, вот это место, местность в Вашингтоне, где находится Капитолий, то есть парламент американский, оно называется Капитолийский холм, соответственно. Или просто холм. Вот The Hill, это и есть название этого издания. То есть, как бы, издание о парламентской политике. Так вот, оно пишет, что, со ссылкой на свои источники, что Джонсон анонсировал внесение в Конгресс нового законопроекта о финансировании Украины. То есть, о выделении Украины денег. И вроде как он об этом рассказал на встрече со своими однопартийцами, но не из Палаты представителей, а из Сената, то есть, из Верхней Палаты парламента. И на встрече с этими республиканцами-сенаторами он сказал, что вот тот документ, который он, Джонсон, готовит для своих коллег по Нижней Палате, он будет сильно отличаться от того законопроекта о помощи Украине, который был уже ранее принят в Сенате. И с чем он будет отличаться? Вместо 60 долларов, 60 миллиардов долларов, там будет речь идти о 40 с небольшим миллиардов долларов для Украины и Израиля и Тайваня. То есть, снижая... А, то есть, нет, для Украины, именно для Израиля и Тайваня будут там другие суммы, но для Украины будет 40 миллиардов. 40 с небольшим миллиардов. Я тут ошибся. Но самое главное отличие будет не в том, что с 60 до 40 с небольшим усыхает количество денег, а в том, что эти деньги будут выделяться в кредит Украине, а не в безвозмездной основе, как сейчас. Будут выделяться либо в кредит, либо через механизм ленд-лиза. Что такое ленд-лиз? Это ленд, по-английски это сдавать, ну как бы давать в долг, а лист сдавать как бы в долгосрочную аренду с выплатой по частям, как бы в парикат, что ли, сдавать. Вот так вот. Так вот, короче говоря, будет выделяться оружие, деньги Украине не на безвозмездной основе, а на основе вот этого самого ленд-лиза, возможно. Если этот закон-проект Джонсоновский пройдет через Конгресс, если его все одобрят. Также он допустил, спикер, в смысле Джонсон, допустил в разговоре со своими сенаторами включение в этот законопроект нормы, которая разрешит конфискацию российских активов на территории США и вложит все доходы от ликвидированной и конфискованной российской собственности в фонд поддержки Украины. То есть, намереваются они создать фонд поддержки Украины, специальную организацию, куда будут переправлены все арестованные российские деньги. И речь идет, как сенатор-республиканец сказал, которого зовут Джон Корнин, по сути речь идет о конфискации российских активов на сумму 300 миллиардов долларов, что, на мой взгляд, является отличной идеей. Другие сенаторы, которые на встрече присутствовали, сказали, что Джонсон высказался в том смысле, что деньги Украине давать надо. И вот тот же самый Корнин сказал, спикер мне сказал, мы не оставим Украину с пустыми руками или что-то в этом роде. То есть, Джонсон помочь Украине хочет. Вроде, ну по крайней мере говорит, что хочет. Но боится очень он этих трампистов, которые его, так сказать, обложили со всех сторон в палате представителей и готовы его уволить, если он там дернется в сторону помощи Украине. Поэтому бедный несчастный Джонсон должен сейчас действовать очень аккуратно, чтобы с одной стороны помочь Украине, с другой стороны, чтобы его не катапультировали из спикерского кресла. И вот, собственно, две дороги. Одна дорога это discharge petition, вторая это законопроект о land lease. Кто-то скажет, что давайте land lease, кто-то скажет, discharge petition лучше. Ну, первая, петиция вот эта лучше тем, что там 60 миллиардов долларов и, как бы, бесплатно отдавать ничего не придется. Вторая, лучше тем, то есть, land lease лучше тем, что он вроде как у него больше шансов на принятие, то есть на прохождение через все фильтры американской законодательной системы. То есть, на самом деле, и то, и другое хорошо, но я бы, конечно, наверное, все-таки выступал за discharge petition, потому что лишние 60 миллиардов, как говорится, опять же, на дороге не валяются. И отдавать их потом еще и не нужно будет, что, на мой взгляд, совсем неплохо. Но посмотрим, как оно там дальше пройдет. Кстати, многие люди спрашивали, спрашиваю до сих пор, где land lease, почему нет land lease. Так вот, теперь мы знаем, люди Трампа в Конгрессе вместо 60 миллиардов долларов безвозмездной помощи предлагают дать Украине 40 миллиардов land lease, то есть в долг. Вот, собственно, поэтому, наверное, и не было land lease раньше. Почему? Потому что удавалось передавать деньги Украине на безвозмездной основе, без того, чтобы их потом возвращать. Ну и плюс, знаете, я честно вам скажу, пока мы эту помощь не увидим, я не буду верить до конца в искренность заявлений Джонсона о том, что он хочет помочь Украине. Почему? Потому что разговоры про land lease со стороны Трампа и его людей могут быть, и скорее всего, и так и есть, на мой взгляд, являются попыткой затянуть время. И как можно дольше промариновать украинцев на фронте без помощи, позволить российской армии максимально далеко продвинуться вперед на линии фронта. То есть, мне кажется, эта вся история с законопроектом о выделении 40 миллиардов по land lease является вот такой попыткой затянуть время и отвести, так сказать, внимание депутатов американских от главного настоящего законопроекта про 60 миллиардов. Смотрите, во время визита недавнего Такера Карлсона в Москву Трамп, в общем, заключил с Путиным неофициальное соглашение, которое сводится вот к чему. Трамп поможет российскому диктатору в Украине, то есть, он сделал так, чтобы Украина не получала американскую помощь, а Путин, соответственно, поможет Трампу потом стать президентом. То есть, как поможет, например, резко повысить цены на нефть прямо перед выборами с тем, чтобы в Америке поднялись цены на бензин. Понимаете, для американцев цена на бензин, это, наверное, самый важный социальный продукт, это как хлеб в Украине. Поэтому, если резко подскочит цена на бензин, то недовольство американцев наверняка вылится в то, что они проголосуют против действующего президента, против Джозефа Байта. То есть, в принципе, Путин, конечно, может помочь немножко, не сильно, я не скажу проще, но немного может помочь Трампу стать президентом. И вот теперь Трамп, чтобы добиться помощи от Путина, будет делать все возможное, чтобы Украина не получила американские деньги и американское оружие. Если появится реальная возможность, что такой законопроект пройдет, что Украина все-таки получит помощь и оружие, то в этой ситуации Трамп будет делать все возможное, чтобы Украина, чтобы такая помощь была затянута, ее предоставление было затянуто, и чтобы не сразу это произошло, а через какое-то, как можно более долгое время. Вот глядя на то, что сейчас в Америке происходит, я могу сказать, именно так события и развиваются. Люди Трампа просто буквально из кожи вон лезут, чтобы лишь бы только Украина не получила денег и оружие. Вот мне рассказали, что в Вашингтоне сейчас гигантское просто количество людей и организаций разных самых работает над тем, чтобы сломать стену сопротивления трампистов, чтобы вынудить Джонсона поддержать все-таки законопроект, вынести на голосование законопроект. К делу к этому привлекли уже и израильское лобби, и оружейное лобби, и отставных республиканцев, и европейских консерваторов, и бог знает кого еще. То есть все давят на Джонсона, все давят на республиканцев, чтобы они поддержали выделение помощи Украине, а заодно Тайваню и Израилю. Но все равно, несмотря на беспрецедентное давление, процесс идет очень-очень туго. Джонсон отбрыкивается, сопротивляется изо всех сил. Я уж не знаю, что там Путин пообещал Трампу, или чем он ему пригрозил, этому Трампу, но должно быть что-то совсем невероятное. Потому что тот уровень сопротивления выделению американской помощи Украине, который мы видим сейчас, можно назвать абсолютно 100% беспрецедентным. Так ничего подобного раньше не было. Но сейчас, слава богу, появились вот эти два пути, по которым американский конгресс может пойти, для того, чтобы эта помощь все-таки в Украине прибыла. И если эта помощь в Украину придет, то, конечно, будут разрушены планы не только Дональда Трампа ближайшие, но и Владимира Путина. Подписывайся на канал Радио НВ. Ось тут! Продолжение следует...